Время новостей на телеканале Север и в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте и вот о чем мы расскажем сегодня. В Нарьинмар на днях прибыл экс-губернатор Ненецкого округа Алексей Баринов. В ходе поездки он посетил ряд социальных объектов, а также встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого округа Юрием Бездудным. Талантом Арктики по заслугам делегации одаренных детей из Ненецкого округа побывали в парке-музее «Этномир» Калужской области. Ненецкую культуру в массы. Артисты и мастерицы из Заполярья готовятся к поездке на фестиваль «Сокровища Севера». Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Депутат Архангельского областного собрания Сергей Пивков побывал с двухдневным рабочим визитом в Ненецком округе. Накануне депутат встречался с активистами регионального отделения партии в Ненецком округе. По словам Сергея Пивкова, он не сторонник объединения двух соседних регионов. Это может быть сделано только в рамках волеизъявления населения обоих субъектов Российской Федерации. Больная тема для рыбаков округа квоты на вылов рыбы. Важен, по мнению активистов ЛДПР, и государственный подход к развитию рыбоперерабатывающей промышленности. У нас производили щупу с томатным соль. Она вся шла за границу. У нас очень вкусная щупа. Не надо брать эту рыбу, белую там, томгу, нельбу, да? У нас взять визит, а не холодного копчения, лучше нету. Почему вот это вот не сделать и возродить? А взять визит, там сколько рыбы, в Беломоре, сколько? Я могу взять вот это вот и поднять. Раньше же, представляете, один рыбокомбинат, да? И сколько было деревень в деревнях, были колхозы, а ребята работали, понимаете, на один рыбокомбинат. И это контролировало государство. Почему государство не хочет обратно в это взять? Депутату эта тема тоже интересна, как и в целом развитие экономически выгодных производств. И такой подход к экономике не случайен, поскольку сам Сергей Пивков начинал с производства. После окончания технического вуза работал мастером на целлюлозном бумажном комбинате в Новодвинске. Поэтому не побывать в одном из самых крупных городообразующих предприятий региона, на Рьенманском месткомбинате, в рамках рабочей поездки он не мог. На встрече с коллективом предприятия депутат Архангельского областного собрания рассказал о законотворческой деятельности фракции ЛДПР, направленной на улучшение жизни северян, в том числе семей с детьми. Он один из авторов закона, благодаря которому был расширен возрастной ценз, позволяющий поддержать гораздо большее количество молодых мам, нежели прежде. То, что законы должны работать на стороне людей, говорили на встрече депутата с работниками муниципального бюджетного учреждения «Чистый город». А законы нужно подстраивать под людей. Именно такого мнения придерживается Сергей Пивков. Он за букву закона и в вопросе объединения двух субъектов Российской Федерации, которая невозможна против воли народа без проведения референдума. Просто надо забыть о том, что эта инициатива вообще была. Почему забыть? Потому что она вызывает вот очень такую серьезную негативную реакцию с действием на Рьенманском автономном округе. Я, честно, не желаю и очень не хочу, чтобы у вас повторилась история у нас в органической области ШИС. Поэтому вот эти такие голословные хайповые слова и выражения, что голосуй за меня, иначе потеряешь округ, это полная ерунда. В ходе рабочих встреч в Нарьинмаре депутат раздал свои личные визитки и призвал жителей обращаться к нему по любым личным вопросам. В Нарьинмар на днях прибыл экс-губернатор Неницкого округа Алексей Баринов. В ходе поездки он посетил ряд социальных объектов, а также встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Неницкого округа Юрием Бездудным. Они обменялись информацией и мнениями о прошлом, настоящем и будущем субъекта. С подробностями Михаил Веселов. Собеседники легко и быстро нашли общий язык, и тот и другой знают, каково это – брать на себя весомый груз ответственности по руководству регионам, отвечать за его социально-экономическое развитие, судьбу живущих здесь людей. За временно посту главы региона сделано им полезного и важного для округа его жителей было немало. И потому Алексея Баринова здесь не забыли. Это, кстати, проявилось и в ходе их сегодняшней совместной с Юрием Бездудным экскурсии прогулки по центру Наринмара. Горожане издалека узнавали, подходили, здоровались. Баринов не скрывал, он взволнован этим. И ему по-прежнему небезразлично, как развивается округ, меняется в лучшую сторону облик региона. Вот и на детской спортивной площадках на местном Арбате улицы Смедовича заметно было, с каким одобрением он воспринимает увиденное там. Современные конструкции, безопасное антитравматическое покрытие. Не случайно же в любое время года сюда тянутся детвора. Заместитель главы Наринмара Андрей Бережной говорит, что появятся и другие такие площадки. Например, на улице Меншикова. Такие проекты будем просто по городу развивать, чтобы была и шаговая доступность. В то же время, если родители могли брать за округ своих детей и приходить. Ну, красивая какая. Нарядное, яркое покрытие современное. И возможности для этого, как и для реализации других задумок, будут использоваться все, какие могут быть. Это и привлечение средств в рамках национальных проектов, и поддержка вариантов благоустройства, инициированных гражданским обществом, и конструктивное сотрудничество с компаниями-недропользователями на основе соглашения о социальном партнерстве. Андрей Баринов отметил, что это правильный путь, тоже с этого начинал, что дало свои плоды. Ему действительно удалось оставить преемником весомый задел на будущее. Наведались и в детсад «Семицветик», один из лучших на всем Крайнем Севере. Он подарен окружной столице, нефтяной компанией «Лукойл». 360 юных нореймарцев посещают этот детский сад, где для них созданы идеальные условия. Прекрасный спортзал, зимний сад, отличный плавательный бассейн. Чаша бассейна у нас 6 на 10, 60 квадратных метров, глубина 70 сантиметров. Дети занимаются с 4-5 лет до подготовительного возраста. Очень светлые, уютные, теплые, со вкусом и душой оформленные помещения. Впечатлениями от нынешнего приезда в Норинмар Алексей Баринов охотно поделился. Я очень рад за вас, что город расцветает, улучшается. Условия и для детей, и для детского, и для деток маленьких, и для взрослых. Я очень рад, что жизнь здесь развивается, улучшается. И дай бог, что дальше еще храше будет. Большого, не могу плохого сказать, только положительно пишет. Полезным ли был этот разговор для временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного? По его мнению, безусловно, опыт и суждение старшего по возрасту экс-руководителя – это то, к чему стоит прислушиваться. Михаил Веселов, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». С 23 по 27 сентября в Москве состоится 15-я международная выставка-ярмарка «Сокровище Севера». Ненецкий округ на ней представит 22 участника. Мастерская по пошиву одежды и аксессуаров с ненецкими орнаментами Нарей, что в переводе с ненецкого означает «весна», открылась в Наринмаре три года назад. На ярмарку «Сокровище Севера» я еду второй раз. Первый раз я там была в самом начале пути в мастерской Нарей, это в 2017 году. И поехала я туда даже не в составе делегации Ненецкого округа, а сама по себе. Просто мне было интересно посмотреть, как и что там происходит. В этом году я получила приглашение уже поехать в составе делегации, представить свою мастерскую, свои работы. На выставке-ярмарке Нарей представит не только уже готовые изделия из натуральных тканей с ненецким орнаментом, но и совершенно новую коллекцию одежды, где также отражена символика народов Севера. Мастерская примет участие в нескольких номинациях. Одна из них – лучшая региональная экспозиция. В конкурсе на лучшие экспонаты участвует наш мастер Николай Ивылко. Он подготовил две работы в двух номинациях. Это «Резьба по дереву» и «Резьба по ронгу и кости». Тематика двух конкурсов мы с Николаем решили объединить и назвали «Дочь ворона». Это вторая работа, которая будет представлена в номинации косторезных изделий. Называется она «Камлания шамана». Всего в этом году на выставку от Ненецкого округа отправятся 22 представителя. Это мастера декоративно-прикладного творчества, исполнители ненецких песен и артисты ансамбля «Маймбова». В этой выставке-эрмерке принимают участие из 26 регионов, где проживают коренные малочисленные народы Севера, Сибири, Дальнего Востока и в том числе Ненецкий автономный округ. И Ненецкий автономный округ не остается в стороне. Он каждый раз принимает участие. Ни одну выставку он не пропускает. И это у нас заложено в программе сохранения и развития коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе. Это защищенная статья, и мы к ней всегда с большим удовольствием готовимся. Кроме дефиле в этнических костюмах, концертной программы и презентации авторских работ, на выставке будут представлены экологически чистые продукты из северных регионов, а также дегустация национальных блюд. И это хорошее мероприятие, которое дает возможность обмениваться нашим мастерам, нашим творческим коллективам, людям, которые посвятили себя именно, проявляют себя как мастера, либо как певца в народном творчестве. И приятно, когда мы вывозим наши творческие коллективы, наших творческих людей на такие мероприятия. Выставка-ярмарка «Сокровище Севера. Мастера и художники России» организована компанией «Абориген Экспо Тур» и пройдет в рамках празднования юбилея Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На протяжении 30 лет Ассоциация стоит на защите прав и интересов коренного населения. Это, конечно, поддержка лиц, в первую очередь ведущих традиционную хозяйственную деятельность. Это вопросы оленеводства, взаимодействия с нашими региональными властями, с исполнительной властью, с законодательной властью. Это участие в различных мероприятиях по обсуждению предложений в различные наши нормативные права в акты на территории субъекта. Ну и, конечно же, это непосредственная связь с населением нашего округа, в том числе через структурное отделение, выезды на территорию. Дерегация Ненецкого округа отправится на выставку в рамках государственной программы «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера». Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». 12 и 13 сентября жители и гости Нарьинмара будут праздновать День образования Ненецкого округа и День работников нефтяной и газовой промышленности. Большая часть праздничных мероприятий пройдет на территории Центра арктического туризма. Мероприятия будут организованы на различных спортивных площадках для всех возрастных категорий. Это и детский веревочный парк, лазертак, стретчинг, йога, армрестлинг и многое другое. У нас запланировано очень много интересных командных мероприятий. Также будет организовано около шести разных тематических спортивных площадок, где жители смогут поучаствовать, получить дипломы, это все конкурсная история и какие-то ценные призы смогут. Также у нас организован будет мероприятие в такой как Arctic Hero в рамках проекта CI, который мы делаем уже с прошлого года. Это уже командные соревнования, поэтому всех приглашаем собраться командами, поучаствовать в этом всем. Очень интересно будет проходить соревновательный этап и после завершения мы уже придумали очень такой интересный проект. Сделаем такой вот спортивный флешмоб. Различные мероприятия и площадки подготовили учреждения культуры и предприятия города. Это выставки продажи сувенирной продукции, а также выездная торговля продуктами, шашлыками и кондитерскими изделиями. Кроме того, все желающие смогут принять участие в конкурсе «Битва мангалов». 13 числа у нас запланирована программа вместе с домами культуры, которые у нас есть в городе, в Искателях. И будет организовано мероприятие, которое проходит уже не один раз в турцентре. Это «Битва мангалов». При этом еще будет приезжая звезда. Это человек, который покажет мастер-класс, покажет, как можно работать с мясом. Он очень большой, очень интересный ресторатор. Также будет выступать в роли судьи. После этого будет также организовано выступление российской звезды. Специалисты сельских домов культуры также подготовили массу различных мероприятий, в том числе и онлайн. Подробную информацию о виртуальных мероприятиях можно найти на официальных страницах учреждений в социальной сети ВКонтакте. Бесплатные автобусы начнут перевозить желающих до Центра арктического туризма с 10 часов утра. Все необходимые противоэпидемиологические меры, рекомендованные Роспотребнадзором, будут соблюдаться. Социальные дистанции, использование антисептических средств и также масочный режим по желанию. Нарьинмарские школьники вернулись в Международного культурно-образовательного форума «Таланты Арктики. Дети». Это специальный проект для детей из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В этом году мероприятия проходили на территории этнографического парка Музея «Этномир» в Калужской области. Александра Литкова расскажет подробнее. В Международном культурно-образовательном проекте «Таланты Арктики. Дети», который реализуется Федеральным агентством по делам национальности при поддержке Совета Федерации, Ненецкий округ принимает участие в третий раз. В этом году регион представили пять человек. В этом году проект прошел Калужской области. Поехали туда самые талантливые, самые активные дети от нашего региона. Для отбора детей был проведен конкурс. Дети принимали участие в разных номинациях. Номинации были по декоративно-прикладному творчеству, направлении художественное творчество, изобразительные и творческие работы, которые были связаны с родным языком. Ярослав Талеев вошел в число 20 участников из 14 регионов, которые за активное участие в проекте «Проявленное усердие, энтузиазм и творческие успехи» получили грамоты Совета Федерации. Я сам даже не ожидал. Там у нас были разные мероприятия, мастер-классы и школа. И мне сказали, что выбирали в Совет Федерации те, кто хорошо, активно участвует в этих конкурсах, мастер-классах и тому подобное. Насыщенная культурно-образовательная программа включала в себя занятия по родному языку, мастер-классы, лекции, изучение иностранных языков, географии, культуры и истории народов России. Работают разные направления. Они, значит, и учатся, скажем, получают знания по географии, да, тут дети сказали. Затем в этом году у них был упор на науку, они познавали космос, да, встречались с космонавтами, что действительно, если они были бы у себя, конечно, где бы ребенок встретил космонавта, да, понимаете. Всего в проекте приняли участие 150 детей из 28 регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Все они являются представителями коренных малочисленных народов. Это очень хорошая школа, когда наши ребята куда-то едут, видят других ребят из других регионов, чем они увлекаются, чем они живут. И вот этот обмен такой опытом и совместный такой отдых, совместный труд такой, он, конечно, обогащает наших ребят. И самое-то главное, там привлекались эксперты, люди из других регионов, которые хорошо знают традиции, культуру, культуру своего народа. Добавлю, «Таланты Арктики. Дети» – это инновационный проект по сохранению традиционной культуры, навыков и языков коренных народов. В задачи проекта входит также воспитание патриотизма и экологической ответственности. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – городское кафе «Артишок». Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире.